Привет, друзья! Сегодняшний ролик будет о том, что нужно новичку, чтобы научиться играть на висле. Итак, первое, что нужно для начала, это, естественно, инструмент. Вислы бывают высокие, их же называют high whistles, и низкие, их называют low whistles. Если говорить о самом первом вашем инструменте, то, безусловно, я порекомендую вам начать именно с стандартного высокого висла. Я понимаю, что сердцу не прикажешь, и многим нравится именно низкий звук, и мне самому нравится очень низкий звук. Но просто тогда будьте готовы, что вам придется потратить много времени на постановку пальцев, постановку рук, потому что размер имеет значение. Если вы собираетесь играть ирландскую музыку, то вам подойдет тональность ре. Почему ре? У ирландцев это считается концертной тональностью, так называемой concert pitch. И большинство учебников, видеороликов, сейшенов проходит именно в этой тональности. Так что вам подойдет ре. Если же вам нужен инструмент для каких-то конкретных задач, игра каверов, игра в группе авторской музыки, то тут вам просто нужно выяснить, какая тональность вам нужна. Попросите, например, знакомых музыкантов, они вам подскажут. Итак, вы обзавелись инструментом и горите желанием играть. Я дам совет, которому последовал я сам. Я не имею музыкального образования, я играю просто 20 лет, уже почти 21 год. Начинал я целиком как самоучка. И первое, что я сделал, я начал подбирать мелодии, которые мне знакомы, которые у меня сидят в голове. Это может быть мелодия Happy Birthday to You, это может быть мелодия, не знаю, We Will Rock You, что-то такое. Далее, когда вы уже познакомились, так сказать, распробовали инструмент и поняли, ваше это или не ваше, хотите вы продолжать дальше учиться или нет, можно перейти к следующему этапу. Здесь есть два варианта. Первый. Выучить ноты. Я понимаю, что на этом этапе многие скажут, не-не-не-не, я на это не подписывался, все, пока. Тем не менее, я рекомендую сделать над собой усилия и все-таки это сделать, выучить. Зачем это нужно? Это даст вам свободу, это даст вам некую свободу, вы сможете записывать свои партии, вы сможете раскладывать мелодии на голоса и, в общем, много таких бонусных плюшек. Считайте, что это вклад в ваше музыкальное будущее. Если вы все-таки решили осваивать ноты, то YouTube просто полон роликов на эту тему, так что пожелаю вам удачи, терпения и все обязательно получится. Второй вариант, он достаточно тернист, но не менее увлекателен. Это обучение на слух. Первое, что я рекомендую делать, это слушать много музыки. Вспомните, ведь художники, когда начинают учиться, они копируют работы известных мастеров. Техники. Здесь то же самое. Вы слушаете музыку, слушаете разных исполнителей и стараетесь повторить их стиль, их манеру игры и какие-то украшения. Кроме часов налета, то есть наслушивания самой музыки, вам нужно с этой музыкой играть, играть в нее. Что для этого вам понадобится? Нужны программы, которые замедляют темп, чтобы вам было комфортно играть с мелодией. Что важно, в этой программе должна присутствовать функция, которая может двигать тональность вверх-вниз. Если в программе этой функции нет, то при замедлении темпа ваш звук будет плывить и будет получаться некий эффект жеваной пленки. Поэтому ищите софт, который позволит вам подстроить тональность под себя. Следующий совет универсален для любого вида обучения. Играйте в метроном. Играйте с метрономом. Вырабатывайте свой внутренний ритм. Это очень важно. Это один из тех китов, на которых покоится вся ваша игра. Метрономы существуют цифровые, метрономы можно включить онлайн, на телефон скачать. Метрономы есть механические, вы можете купить и просто поставить его к себе на стол и играть, смотря на стрелку. Выбор огромен. Ну и напоследок я бы хотел сказать пару слов в напутстве начинающим. Ничего не бойтесь, друзья. Экспериментируйте, верьте в себя, задавайте вопросы, будьте пытливыми. Все обязательно получится, если вы горите этим, если вы любите музыку. Я желаю вам успехов, удачи, пока.